Здравствуйте! Сегодня рядом со мной находится очень интересный человек, с которым мы постараемся вас немножко познакомить. Рашид, расскажите, пожалуйста, год назад вышла о вас книжка. Это была предпоследняя книжка, которую готовил Оскар Ида перед своей смертью, успел написать. Вот ваши воспоминания, скажем, что послужило для Оскара Ида таким толчком, чтобы написать именно о вас? Я просил его не писать обо мне, потому что уже было отмечено в предыдущей книге, в книге «50 сыновей и дочерей города Нарвы». Я тоже думал, что я незаслуженно туда попал. Я пришел к нему и сказал, Оскар, зачем это? Он мне сказал, ты занимаешься своим делом, я занимаюсь своим делом. Я говорю, ну, народу-то много, ты делай свое дело, я буду свое дело делать. Ну, на этом мы как бы остановились, а потом он уже начал, еще раз потом уже обратился ко мне, уже после очередной книги, которая говорит, я хочу написать о тебе. Я говорю, Оскар, я по-моему говорил на эту тему, что излишний, нет, я хочу. И тогда мы начали работать, начал материалы собирать, потихонечку-потихонечку. Я, в общем-то, вначале сопротивлялся, а потом он все время настаивает, настаивает, и я потом перестал сопротивляться. Да, так вот интервью и получилось. Но вы действительно очень интересный человек, живя в Нарве. У вас великолепные работы, то есть, начиная там с 1974 года, где вот три штыка, которые вот на сегодняшний день вы хотели отреставлировать, к которому мы сейчас к этому вопросу вернемся. Ну вот, вы делали заказ для Мариинского театра и еще много чего. Вот вы можете так вспомнить хотя бы три-четыре таких примера ярких, которые для вас вот очень не то чтобы важны, а чем действительно вы гордитесь своей работой? Именно в городе или вообще? Нет, 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 вообще. Ну, вообще-то я по образованию ювелир, заканчивал Академию художественную, факультет именно, художественной обработки металлов, ювелирный факультет. В свое время по учебе, пока я учился, практиковал, естественно, и мне пришлось три года обслуживать, будем так говорить, русский драмтеатр и ЦК партии, женщин, по ювелирным делам. И меня просто достали, я потом сказал себе, все, хватит, ювелирка заниматься больше не буду. И когда учился в Академии, я еще в этот момент организовал кузнечные курсы там, ну, как бы, направление такое. И занимался кузницей, художественной ковкой. И потом, когда уже защитился, все ребята защищались на ювелирных украшениях, я на монументальной форме защитился по диплому. Так что с ювелирки я завязал и решил, что большой металл для меня это лучше, чем ювелирка. Вот и потом, значит, а пока учился, я возил стройотряды студенческие, Карелия, Якутия, вот. Даже в честь 53-й шахты Сангарской, это 78-й год был, я подарил шахте Сангарская на реке Линья, там есть такой поселок Сангары или шахта. Стеллу сделал, это такая монументальная работа была. Это уже после того. А до этого я, работая на эстонской ГРЭС, я в академию-то пошел с эстонской ГРЭС. А вообще в 73-м году я поступил в Мухинское училище. Курс проучился, бросил. Вернулся назад. Ну, бросил, потому что стипендию не платили. Ну, вот сейчас, в ближайшее время у вас назревает, или даже назрел следующий проект, это вот как бы реставрация, я так понимаю, трех штыков, памятника трех штыка. Ну, вот, понятно, что сейчас очень сложно найти и финансы, и какую-то спонсорскую помощь для того, чтобы что-то сделать, а ведь это необходимо в любом случае для работы. Вот, вот у меня поэтому такие вопросы, как бы сразу вкупе. Значит, какие требования необходимы для этой реставрации в данный момент? Может быть, что надо, что необходимо? Что вы для этого делаете? Может быть, кому-то обращались, кому-то уже обратились, чтобы вот все-таки завершить эту реконструкцию до 9 мая? Нет, ну вот, слава богу, мне казалось, что... Ну, я один такой, да, Мамонт оставшийся. Самое интересное, в прошлом году отреставрировали танк Т-34. И я был просто обалденно, приятно удивлен, что все-таки вот молодые ребята не забывают это движение, идет, ну, просто, так сказать, на добровольных началах. И эти же ребята вот ко мне в этом году обратились, пока вы живой автор еще есть, не могли бы нам посодействовать, проконсультировать. Ну, там, в принципе-то, не такие, я считаю, значительные реставрационные работы, потому что там надо подреставрировать саму стелу, очистить от налета, допустим, это литье, вот. Вот, вырубить весь этот кустарник, потому что он закрывает весь обзор. Ну, я не знаю, там, в общем-то... А Мамонт стоит на земле Байверова, хотят вот, как бы, поставить на баланс города. Ну, как бы я слышал, что тогда он бы мог быть постоянно под контролем, и... да. Ну, я не знаю. Ну, когда сейчас планируешь начать работать? Ну, вот я завтра буквально уже к ребятам еду, они мне позвонили, подъезжаю туда, и на месте уже начинаем. Время там мало остается.